О необходимости трансфера новых технологий в медицину сегодня не говорит лишь ленивый. И связано это в первую очередь с осознанием цены времени. Ведь в больнице даже доли секунды могут перевернуть все с ног на голову. А там, где на кону человеческая жизнь, ни о какой моде не может быть и речи. Вы знаете, это, наверное, не просто модный тренд, трансляционная медицина. Это реалии сегодняшнего дня, потому что вся наука развивается очень быстро. Идет прорыв в биологии, идет прорыв в физике, идет прорыв в робототехнике. И вот, я уж не говорю пройти, и реально все это должно очень быстро внедряться в сферу здравоохранения, именно в практическую медицину. То есть надо сократить промежуток, надо все, что можно сейчас направлять на то, чтобы, так сказать, сохранить здоровье населения. Форум, проходящий в эти дни в Казанском федеральном, уже показал, что для развития трансляционной медицины очень важен обмен опытом. Собственно, для этого в КФО и приехали практикующие врачи и ученые-медики со всего мира. То, что коллеги приносят новые технологии, новое видение по тем, может быть, давно забытым болезням или по вновь определенным, там, редким болезням, для нас очень важны. Мы должны не все время идти, догоняя кого-то, мы должны сесть сразу в телегу или в пояс или в самолет, как угодно, быстро двигающейся науке, которая называется вот сегодня новый термин – трансляционная медицина. И здесь, в Казанском университете, уникальнейшая возможность для того, чтобы не только создать фундаментальные открытия, новые фундаментальные открытия, которых еще нет в мире, но их достаточно быстро транслировать в клинику. Потому что пациенты не ждут, не могут ждать 10 лет, пока что-то произойдет. Особенно пациенты, например, с редкими заболеваниями, пациенты с врожденными пороками. Казанский федеральный не просто включился в гонку. Сегодня в составе университета работает полноценная клиника. И работа в ней строится в том числе по основным принципам трансляционной медицины. Так, например, пациенты университетской клиники КФУ уже сегодня могут пройти исследование на предрасположенность к раку. И предупреждение этой страшной болезни – далеко не последняя инновация в руках медиков КФУ. Александр Александров, Ленар Довлетяров, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин